Малоимущим семьям Махачкалы раздают продуктовые наборы. Акцию поддержки организовала строительная компания «Монолит-05» совместно с фондом «Инса». На данный момент продовольствием обеспечили более 100 семей. По словам спонсоров, помощь нуждающимся будет продолжена. Подробнее в сюжете по тематам Ханаповой. Мука, растительное масло, макароны, рис и сахар. В набор включены продовольственные товары первой необходимости. Предназначены они нуждающимся жителям Махачкалы. Среди них и Аминат Мусиева. Четыре года назад женщину сбил пьяный водитель и теперь она не может ходить. А вам куда помогает? Паривающие. А дети? Дети нет. Не дай Бог, но вам сил. Вам сил. Да, я нахватываю всем здоровья. Спасибо большое, что вы помогли. Это лишь первая партия помощи. Акция поддержки, по словам представителей компании «Монолит-05», будет продолжена. Помощь получат многодетные семьи, родители, одиночки, сироты, пожилые люди и инвалиды. Всего в списке более 200 семей. Хотелось бы пожелать, чтобы с каждым годом нуждающихся семей становилось меньше и меньше. Большинство людей, которые страдают у нас, возможно, по всей земле, не по вине самого себя, а что-то способствовало, чтобы они оказались в такой ситуации. То есть вот женщина стояла на бордюре и сбила машина. Пьяный водитель. С 2016 года женщина лежит без помощи. Еще раз спасибо фонду «Инстан» за предоставленную возможность. Мы, в свою очередь, будем продолжать совершать такие акции и призываем всех остальных людей, бизнесменов, чиновников, кто имеет возможность совершать благотворительные акции, так как Дагестан наш дом, мы должны все вместе строить светлое будущее. Организовать акцию компании помогает фонды «Инстан». Они предоставляют список нуждающихся, совместно со спонсорами собирают наборы и развозят их по домам. По словам представителей фонда, руководство «Монолит-05» вносит большой вклад в благотворительную деятельность. Следующий этап, уже второй этап распределения продуктовой помощи у нас пройдет в следующем месяце. Хочется поблагодарить руководство компании «Монолит-05», то, что они принимают активное участие в благотворительной деятельности. Это не первая благотворительная акция с их участием. Мы думаем, что и ранее проходили такие же масштабные акции. Мы думаем, что и в дальнейшем такие акции будут повторяться. Стоит отметить, что средства на покупку продуктовых наборов начислялись по акции. С каждой проданной квартиры компания «Монолит-05» часть денег отправляла на счет благотворительного фонда. Владимир Конапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.